Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш традиционный урок Торы в полутра, в 10 утра Все отлично, день начинается очень ярко Хотя у кого-то, может быть, уже и не утро Может быть, у кого-то сейчас уже середина дня Или, может быть, кто вы мерите, конец дня Но у нас утро У нас утро, и я сейчас нахожусь в Германии Кстати, если кто-то находится в Германии Или ваши друзья в Германии То воскресенье будет живой урок Торы Называется «Практическая мудрость Торы» В городе Нюрнберг В Нюрнберге, в Синагодии Это очень интересно, скажите Что Нюрнберг это город, в котором были приняты В 1933 году антиеврейские вот эти все законы нюрнбергские Потом был нюрнбергский процесс Когда нацистов, вот этих сумасшедших Которые думали, что они могут уничтожить в рейсии народ Их повесили, главных их судили И повесили нюрнбергский процесс И сейчас будет у нас урок Торы В воскресенье, в 18.00 В городе Нюрнберг В еврейской общине хаббатской Рава Хитрика Рав Хитрик, он потомок У него очень известная семья Его дедушки или прадедушки Я не помню Рэба дал браху И он жил, по-моему, 110 лет Вот такое что-то И был до конца жизни очень таким крепким человеком Значит, мы начинаем Продолжаем, вернее Продолжаем изучать Книгу Хафецхайма Про речь Шмират Алашон Самое главное в человеке Это сохранять свою речь Кто-то сохраняет свою речь и свой язык Охраняет от неприятности свою душу И мы продолжаем изучать книгу Того же Хафецхайма Того же великого мудреца Который нам выбрал Актуальные заповеди истории Из 613 заповедей осталось 77 повелевающих В наше время Которые мы, в принципе, можем выполнить И, значит, осталось 194 запрещающих Представляете, из 613 осталось меньше 300 И в конце, если мы успеваем То мы читаем рассказы про праведников Очень полезно понимать Как жили люди вот в жизни Которые именно все соблюдали Все соблюдали Которые поставили на первое место служение Богу И на второе место все остальное Эти люди называются праведники Хорошо, значит, 17 отрывок 17 отрывок в книге Береди свою речь Начинается с такого Дает нам совет Дает нам очень важный совет Значит, когда вы собираете сведения О ком-то То есть, бывают ситуации Когда вам надо Ну, вот, надо выяснить про человека И в этом случае Кто-то, который не знает хорошо закон Он может подумать Так, секундочку Я хочу быть праведником И я, значит, не должен Провоцировать других людей на злоязычие А если я сейчас про него собираю сведения То я как бы прошу людей Скажите мне что-то плохое Что вы про него знаете И получится, что я их провоцирую Не, я не буду узнавать Это неправильно Это вот от незнания Ты должен выяснять Ты имеешь право выяснять Твое намерение Это для пользы дела А не чтобы кого-то унизить И в этом случае можно Но, и вот мы сейчас изучаем Какие есть поправочки Поправочки, что Никогда не спрашивайте У недоброжелателя Или конкурента То есть, если вы знаете Что этот человек в ссоре С тем, про кого вы спрашиваете Или он его конкурент То нельзя у них спрашивать Почему? Значит В большинстве подобных случаев Ответ будет содержать полную ложь И однозначно исказит правду То есть, однозначно И даже если тот, кого вы спрашиваете Станет вам говорить Не, я тебе говорю Это вообще, это правда Все, что я рассказываю Знайте, что им движет Нелюбовь к обидчику Если они в ссоре Или же им движет Конкурент Ну, конкуренция, да Есть в Талмуде Такая интересная фраза Которая В Талмуде Еще глубже То есть, в Талмуде Разбирается каждый нюанс Вообще Который есть в этой реальности С Точкой зрения Торы Да С разных-разных сторон Углов И там есть такая фраза Интересная Что Коль уман Каждый уман Каждый мастер Соне Эдбену Мануто Ненавидит Другого мастера И Это показывает Природу человека То есть, человек Так прошит Помните, была история В самом начале Торы Когда у Адама Решона было два сына Каин и Эвель И первый человек Да Первый человек У него два сыночка Родились Он первый человек Значит Давайте сразу скажу Рифу Ашлома Всем Родственникам Всем, кто слушает Этот урок Чтобы было им Полное выздоровление Чтобы Ваши мысли Вот вы сейчас Учите Тору И чтобы ваши мысли Вот такие Связанные сейчас Со Всевышним Дали им силу Победить болезнь И чтобы на небе Они грежили к добру Иногда бывает Что знаете Вот чуть-чуть Не хватает человека Чтобы выздороветь Чтобы Так чтобы Вы своим близким Это чуть-чуть Добавили Через вот эту Свою духовную силу Связь со Всевышним Хорошо Значит И больше тогда Не будем прерваться Чтобы не сбивать мысль Вот смотрите Чтобы усилить Эту мысль Первый человек Адам У него есть С Богом Вот устанавливается Связь Да Диалог Бог ему сказал Весь мир для тебя Значит Ты должен Интересно Это было Что когда он Сотворил человека Он сразу сказал Адам Леомальюлад Человек Рожден для труда Бог же ему сказал Прямо в Торе Ты будешь Обрабатывать землю Он ему так сказал И значит Леавдо Ле Шамро Даже в райском саду Он должен был Его Работать в этом саду И охранять его Сохранять И вот у него Два сына Каин и Эвель И Каин Завидует Эвелю То есть Весь вопрос Их конфликта Был из-за зависти У Каина Значит Когда они принесли жертву Бог принял жертву Эвеля Почему Бог принял жертву Эвеля Потому что Эвель принес Лучшее что у него было А Каин принес Из плодов земли И хотя Каин был Инициатор Проведения этого Ритуала Жертвы То есть Ты как бы Показываешь Что для тебя Важно Но он при этом Принес Из плодов земли Из плодов льна Немного А Эвель Принес Лучшее что у него было Теперь значит И Каин У него проснулось То что называется Зависть И ревность И он прямо Не мог с Эвелем Разговаривать У него лицо Прямо изменилось И значит Бог ему говорит Смотри Что ты ему завидуешь Делай То есть Ты можешь У тебя всегда есть Возможность Сделать Все что ты хочешь И Но знай Говорит Что Ра лева адам Минау рав Что зло Из сердца человека Из От рождения То есть Это Это как природа Да То есть Так 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 оно работает То есть У человека есть Встроен механизм Откуда вообще Берется зависть Это же Это инстинктивный механизм Когда ты смотришь на другого И хочешь сделать как он Хочешь забрать у него еду Например кошки Да Одна кошка кушает Вторая кошка хочет забрать у нее еду Это же нормально То есть Для животных это нормально И у человека Вот это его животная часть Животная сущность Которая обеспечивает Возможность жизни в этом мире Она Ничем от животных Не Дана Привет Значит Каждая ситуация Которая с нами происходит Она Проходит через интерпретацию Интеллекта Да И кто-то Он поворачивает все Что все для добра Кто-то поворачивает все для зла Да То есть все И получается Что каждый человек Создает свой мир В котором живет Но Действительно Реально Есть такой тоже закон В Торе Тот путь По которому человек Хочет идти Его ведут И Я сейчас в Германии В Германии В городе Ирландин И тот путь По которому человек Хочет идти Его ведут И когда получается В мыслях Человек говорит Вот мне не везет Вот не так Вот Опять сорвалось Чего я такой не везучий Что все не так И он Он как бы Выбирает путь По которому его потом С неба ведут И все Вот такая вот история Поэтому Поэтому Отлично Что мы Переподключились Вот Дамир Дамир Шалом И значит Мы тогда Давайте еще раз Сейчас мы разбираем Законы Злоязычия В этом законе В этом законе Мы выучили Такой нюанс Что нельзя Расспрашивать Конкурента Или зла Человека Который в конфликте С тем Про кого вы интересуетесь Потому что В этом случае Вы не узнаете Правды А вы только Только Вызовите Поток Негатива Поток Обмана Поток Злоязычия Такого Что просто Капец И там Правды не будет Поэтому Лучше не расспрашивать Таких людей Чтобы не провоцировать И все То есть Вы просто Не включайте Этот кран Нечистот Потому что Ну точно Вы знаете Что этот На него скажет Теперь Я чуть-чуть коснулся Ушел в сторону Ушел в сторону Объяснить Почему у конкурента Тоже нельзя Потому что Конкурент Он сам Того не ведая У него внутри Включено Вот это вот Качество Которое называется Зависть И В Талмуде Прям написано Что каждый Уман Каждый мастер Ненавидит Другого мастера И Поэтому Даже вот Если вам кажется Что он Конкурент Говорит Ну нормально Знаете Что он Вот прям в душе У него Он чуть-чуть Добавляет Так оно работает И объяснил Почему Что еще первые люди Даже дети Первого человека Адама Они Каин и Эвель Они уже Пострадали От вот этого Вот Качества Внутри Которое К человеку Перешло От его Животных Животной Натуры То есть Человек же Это Соединение Животного Животного И божественного То есть Человек Это единственное Создание Которое Соединяет В себе Самую Называется Практическая Мудрость Тора Хорошо Значит С первой Частью Семнадцатой Мы Разобрались Значит Нельзя Спрашивать Конкурента И того Кто в конфликте С тем Про кого Вы спрашиваете Тринадцатый Тринадцатый Пункт Вернее Не тринадцатый Пункт Мы переходим К следующей части Это книга Хефетсхайма Повелевающей Заповеди Исторы Которые Актуальны В наше Время Краткая Книга Заповедей Значит И тринадцатую Мы уже изучаем Заповедь Я вам советую Кстати уроки Пересматривать Повторять Запоминать И делать Самое главное Это не то Что вы Слышите И даже не то Что Бог Для вас делает Самое важное Для человека Что ты Можешь сделать Для Всевышнего Что ты делаешь Как ты Как ты Выполняешь Эти заповеди Как ты То есть Каждая заповедь Она меняет Твое тело Меняет твою душу И по-настоящему Соединяет Прямо со Всевышним Значит И заповедь Которую мы можем Выполнять Каждый день Называется Беркат Амазон Благословение Еды Есть заповедь Повелевающая Исторы В которой Нам Бог Сказал Что Вот написано так В книге Дворим И будешь ты есть И насытишься И благословишь Всевышнего Твоего Бога Все Это заповедь Исторы То есть Ты будешь есть И насытишься И благословишь Всевышнего Твоего Бога Из этой заповеди Мы понимаем Что когда ты покушал Значит Надо сказать благословение Но как его сказать И тогда Мудрецы Мудрецы Я сейчас тогда Вставлю прямо В эту статью Я вам вставлю Текст Беркат Амазона Как его прочитать То есть вы потом Сможете зайти На сайт Воикра И увидеть Уже сам текст Молитвы Беркат Амазон Благословение после еды Сейчас я только хочу Объяснить некоторые нюансы Значит Благословение после еды Вот это вот Беркат Амазон Длинное Да Раиса Васильевна Здравствуйте Чтобы тоже вам было здоровье Теща моя Значит Когда вы поели с хлебом Считается Что Вот трапеза Да такая Ну серьезная еда Это с хлебом То есть хлеб это был Основа Жизни человечества На протяжении всей истории То есть были кочевые народы Кочевые народы Кочевники Они ели в основном не хлеб Они ели в основном мясо То есть они Еду с собой С собой они гнали еду Вот эти овечки там разные Все они гнали То есть вообще раньше Было три возможности жить Первая возможность Это быть кочевником То есть кочевым Этим самым Пастухом Вот казахи Евреи Это все бывшие пастухи То есть они С овцами Переходили с места на место Теперь значит Вторая возможность была Это быть земледельцами То есть Это оседлые народы Которые Они на месте осели Засели Засеяли что-то Собрали Засеяли Собрали Засеяли Собрали Третья была возможность Это Все это забирать Это были В основном кочевники Такие как Арабы например Этим славились Бедуины разные И так далее То есть они Напали Забрали Напали Забрали Напали На пастухов Забрали овец Напали На этих самых На земледельцев Забрали Забрали значит Землю И самих земледельцев Забрали Продали В рабство И вот эти вот Три были возможности Для заработка Или ты земледелец Или ты пастух Или ты бандит Все Потом значит Появились В каждом Вот этом Земледельческом Государстве Появились Бандиты Которые Ну как Власть Которые Цари Которые Сказали Нет Мы будем Защищать Своих земледельцев Мы не дадим Приезжим Бандитам Забирать значит У наших земледельцев Землю Мы будем их Держать Этих земледельцев Сами в рабстве И так были Все вот эти вот Феодальные царства Государства То есть Они охраняли Своих земледельцев Но самих земледельцев Держали тоже В полурабском Таком состоянии Теперь Основа еды Поэтому На протяжении Всего этого времени Был хлеб Хлеб всему голова Все То есть хлеб Это основа еды Поэтому Заповедь истории Читать вот эту молитву Благословлять Она есть только После хлеба После еды С хлебом В шаббат Например Нужно съесть Три обязательно Трапезы с хлебом Вот сейчас Сегодня вечером Наступает шаббат Вечером берут Два хлеба Обязательно два хлеба На них произносят Благословение На хлеб Перед едой Покушали И в конце Трапезы Садятся все И произносят Такая длинная Длинная молитва Беркат Амазон И это заповедь истории Вообще шаббат Это Самое наполненное Заповедями Время Потому что Само Само присутствие В шаббате И невыполнение Работы Это весь шаббат Когда ты Не выполняешь Работу То ты Весь шаббат Находишься В заповеди То есть ты Весь шаббат Находишься В состоянии Такой Постоянной Святости И плюс шаббат Ты еще И с хлебом Три раза Три раза Покушал С хлебом Вечером Обязательно Трапеза С хлебом Утром После молитвы Тоже с двумя хлебами Опять Трапеза И уже Перед Заходом солнца Вечером Опять с двумя хлебами Трапеза И три раза Ты говоришь Беркат Амазон Выполняя Заповедь истории Значит Какие есть нюансы В Беркат Амазоне В Люде Природа людей Как мы знаем Да Значит Природа людей Это Лениться То есть Люди по природе своей Вот по животной природе своей Завистливые Ленивые И Значит Похотливые И Вожделение Да Вожделение Вот у них Очень сильное Буду Буду читать Воскресенье Вообще Не буду читать Лекцию В Нюрнберде Значит Это природа Животная природа людей То есть Человек здесь Не отличается От кошки Какого-нибудь От собаки От обезьяны То есть Все они такие Теперь Значит Поэтому Все заповеди Они должны Преодолевать Эту природу Теперь Вот в заповеди После еды Когда надо После еды Еще прочитать Молитву То у человека Возникает вопрос Не у него возникает вопрос У его животной части Написано Как в Торе Как Бог нам сказал Будешь есть И насытишься И благословишь Всевышнего Твоего Бога И сидит человек После еды И говорит Вот А я что Не насытился Значит Я благословлять Не должен Потому что Будешь есть И насытишься И люди Не читали Потом Значит Мудрецы Сказали Слушай Если мы будем Вот так вот Пускать на самотек Читать Не читать Так Будут Обязательно Вот эти ленивые люди Которые Как Не хотят По настоять Не поставили На первое место Служение Богу А на первое место Поставили Служение себе То они будут Конечно Не читать Поэтому Мудрецы Сказали Что даже Не надо Полагаться Насытился Не насытился Покушал с хлебом Обязан прочитать Все Покушал с хлебом Обязан прочитать Так что делают люди Которые ленивые Они Это же хлеб Что это такое хлеб Есть хлеб А есть Когда ты делаешь Из муки Но вместо воды Там например Сок Или вместо воды Там Молоко Или что-то Ну что-то такое Которое не вода То это уже называется Не хлеб Это называется Мезонот Насыщающая еда Которая из хлеба Но не мезонот Но не хлеб И после нее Благословение Намного короче Это уже не заповедь истории Это просто ты благословляешь И те люди Которые не хотят Благословлять На Говорить Беркат Амазон Длинную такую молитву То они Значит Едят эти мезонот А есть люди Которые перестали Вообще хлеб есть Вот есть люди Которые Перестали есть хлеб Но не потому что То есть есть люди Хлеб не едят Сегодняшний хлеб Кстати Это не тот хлеб Который был Во времена Тора В то время Была Есть такая Пшеница Которая называется Дикая пшеница Спельта Спельта Или ее называют Полба На русском Полба Вот полба Это дикая пшеница Которая была Тогда Которая Очень по составу Отличается От той пшеницы Которую мы сейчас Где нам Модифицирована Пшеница Которую мы едим Сейчас Такая вот Толстая Большие зерна Где почти все Клейковина Значит Вот спрашивают В каком В каком седуре Будет эта молитва После еды Я вам сейчас Вот эту вот Свой урок Есть статья На Ваикре Вот вы посмотрите Это будет 15 урок Сегодня И я сейчас туда В эту статью Вставлю вам Что вы могли распечатать Именно молитву Беркат Амазон На нее ссылочки Есть разные вариации Как ее произносить И значит У вас будет вся информация На Ваикра.ком Через буквально Там 20-30 минут Хорошо друзья Все Сегодня мы тоже Не успели Или давайте Вот я расскажу Рассказик Чтобы было Рассказ Рассказывает Хава Куперман Это дочка Раваицкая Козильбера У которого я учился Рассказ короткий Называется Рабы Она рассказывает так Нас воспитывали Быть рабами людей Сделать человеку Все Чтобы ему было приятно Никак его не задеть Это этим Отличается Праведник Праведник Эти вещи Не говорили словами Просто мы видели Как родители себя ведут Мы куда-то собираемся В это время К нам приходят люди И все Мы никуда не идем Никто даже не говорит Что мы куда-то собирались Папа хочет обедать Но к нему приходит гость И он занимается Только его делами И не ест Как бы голоден ни был Дедушка говорил Дедушка говорил Что если он Нужен кому-то Пусть тот придет Пожалуйста Я ему помогу А бабушка говорила Что она сама готова Бежать и помогать Даже если ее не позовут Это две разных системы Таких Да Есть праведники Называется Праведник в шубе Он Он праведник Но он Считает так Что все Что Бог Приведет ко мне В моих Два метра Вокруг меня Вот это мое пространство В этом мире Арбамот Два метра Вокруг меня Радиус Это считается Как пространство Которое принадлежит Человеку Так все Что Бог Хочет Чтоб я сделал Он сюда Приведет И я сделаю А есть праведники Которые Как Авраам Авину Которые бегают И ищут Это будет В Хабадской общине В Хабадской В Нюрнберге Две общины Мой урок будет В Хабадской общине У Рава Хитрика Значит А дедушка Говорил Если придут Я помогу Бабушка говорила Что она сама Готова бежать и помогать Даже себя не позовут У дедушки Было особое понятие чести Он меньше Аннулировал себя Своё я Но папа Был такой же Как бабушка Он был готов Бежать Помогать всем подряд Это Это как раз была Суть Равзильвера И он был Вот такой вот Тот кто бежал И искал Кому помочь И он полностью Аннулировал себя И своё Своё Эго Всё Всем шаббат Шалом Всем шаббат Шалом Значит Удачи всем В выполнении заповедей В служении Всевышнему И в постижении Напомню Очень важная Вот такая информация Значит Что Знание о Боге Это ты о нём только узнаёшь Молитва И благодарность Богу Это ты с ним вступаешь в диалог Но По-настоящему Соединиться с Богом Можно только Выполняя заповеди Бога Когда ты выполняешь заповеди То ты с ним Соединяешься Прямо в резонансе С его волей И тот Кто выполняет Волю Бога Как своё желание Потом просит Бога И Бог выполняет Его волю человека Как своё Поэтому очень важно От всего сердца Выполнять заповеди Вот поешьте с хлебом И прочтите Благословения После еды Всё Удачи Всем успехов Пока Субтитры подогнал «Симон»